Сколько опять там и куда? Опять неизвестно куда дадут. Я не успеваю за свои 8 тысяч делать эти ремонты. Только ремонт сделает, то затопит, то еще что-нибудь. Вот так сегодня живет наша героиня, у которой несколько лет назад затопила дом на Зырянке. Двушка в старом доме, узкий туалет и ванная прямо на кухне между газовой плитой и мойкой. А все началось еще в 2010 году. Тогда в дом Любови Ивановны и ее дочери пришла вода. В 2015-м она пробралась в коридоры Дровяник, который на несколько сантиметров ниже пола. Тогда городская администрация не посчитала ситуацию критичной. В акте все будет указано. Фактически в доме воды нет. Давайте смотрим. А мы ждем, когда вода в дом зайдет, да? Нет, мы же ждем. Здесь у нас вода, я черпаю, он в ведро стоит. Чтобы вода только в комнате не помогла. Но вода продолжала пребывать. А городская администрация только и предлагала, что пожить в той части дома, где воды еще нет. Вдруг уйдет сама. Сейчас в те годы Любовь Ивановна не может вспомнить без слез. В доме-то водяные крысы ползают. И пиявки. А дети же у нас. У нас же дети. После городская администрация все же начала действовать и организовала комиссию по признанию дома аварийным. И семью переселили в маневренное жилье. Квартиру дали на Челюскин совсем на последнем этаже. Но и с ней появились проблемы. Видите? Вот она. Это все вот отжимаю, отжимать не могу. Видите? В квартире обвалилась часть потолка. Даже было видно крышу. И вновь появилась вода. Только теперь она капала сверху. Жить в таких условиях стало невыносимо. Тогда городская администрация вновь переселила семью. Но уже в другую квартиру этого дома. И казалось бы, все позади. Квартира есть, с потолка не капает. Да и под ногами воды нет. Но спустя два года снова пришла новость о предстоящем переезде. Сейчас опять задели эту тему, что люди переезжают. А мы опять манерно. Представляете? Сколько можно мотаться по квартирам? Правильно? В городской администрации пояснили. Дом на Челюскин совсем признали аварийным. Поэтому его жильцов ждет переезд. Однако для Любови Ивановны прогнозы опять неблагоприятны. Переселение жильцов на улице Челюскинцев 7 планируется не ранее 2023 года. В рамках программы по переселению в Любимов жильцы маневренных квартир новым жильем не обеспечиваются. Если до полного расселения этого дома дом по улице Шолохова-2 не будет признан аварийным, то Кожевниковой предоставят маневренное жилое помещение в другом доме. К слову, сам дом на Шолохова-2 до сих пор не признали аварийным. По словам администрации, у межведомственной комиссии нет отчета о границах зоны затопления Зырянки. Ведь его до сих пор дорабатывают. При этом городская администрация уверяет, маневренное жилье вообще не обязаны были предоставлять семье. Ведь домом владеет дочь Любови Ивановны, а у девушки еще есть жилье – комната в общежитии. Администрация города несет обязанность обеспечения собственников маневренным жильем только в том случае, если аварийный дом является их единственным жильем. Однако, по словам адвоката Сергея Кондратьева, маневренный фонд выдается всем нуждающимся взамен пострадавшего жилья, вне зависимости, есть ли у них еще недвижимость. Также маневренное – это временное жилье. Его дают лишь до предоставления постоянного, которое передают в собственность пострадавшим. Я полагаю, что это нонсенс, когда из маневренного жилья выселяют маневренное, такое не должно быть. Поэтому необходимо обратиться в прокуратуру, чтобы, соответственно, прокуратура вынесла представление в адрес главы администрации города для того, чтобы законодательство на территории города Березняки исполнялось. Получается, дом на Шолохово-2 все же обязаны признать аварийным, если там невозможно жить, и предоставить жилое помещение такого же метража, что был и дом. Также за годы разбирательств с властями и постоянных переживаний Любовь Ивановна перенесла целых шесть инсультов. Теперь женщина не может долго сама ходить и нуждается в сиделке. Вот пенсию 8 тысяч получишь, мне кажется, что ровно 8. Я вот сейчас вам могу показать, и вот вчера вы купили. По словам адвоката, Любовь Ивановна также может взыскать компенсацию с чиновников за моральный вред, если докажет в суде, что ее состояние здоровья ухудшилось не в силу возраста, а из-за ее переживаний на фоне длительного переселения и непризнания ее дома на Шолохово-2 аварийным. Кристина Придейна, Степан Некрасов, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками.